ЗАПИСКИ ГОЛОДАЮЩЕГО 4 Начнем. Глава 1. Петрович, работая над очередным видосом, просматривал на компьютеры фото. В фотогалерее накопилось много копий одних и тех же фотографий. Он давно хотел почистить свой архив фото и удалить повторы. Так он спускался по фотогалерее все ниже и ниже, пока не появились фотки девочки лет 3-4. Это была его дочка, рожденная от другой женщины. На фотках она сидела верхом на черепахе и в других позах. Выглядела она озорно и непринужденно, как это бывает с детьми такого возраста. Он взял ее у мамы и они вместе пошли в московский зоопарк. Петрович захотел переслать эти милые фотки своей дочурке по Ватсапу. Фотки напрямую не заходили в программу Ватсап. Поэтому он начал тыкать во все кнопки и случайно нажал вызов. Вызвать дочурку не входило в его планы. И он быстро сбросил. Но тем не менее, сразу же последовал вызов и ему пришлось отвечать. На одном конце трубки раздался голос взрослого человека. Это была его дочь Виктория. Он ее помнил трех-пятилетним ребенком. А тут взрослый человек. Завязался неловкий разговор. Дочь не видела его уже лет 6-7. И для нее он был посторонним человеком. Числившимся как папа. Точно так же и для него она родная дочь. Только значилась таковой. Петрович объяснил, что решил ей выслать вот такие фотки. Она, увидев их, удивилась. Сказал, какая я на них маленькая. Поговорили о том о сем. При этом слышался и голос мамы Виктории. Которая ей втихаля что-то говорила, подсказывала. Разговор в целом прошел доброжелательно. Петрович выслал еще несколько фоток. Дочь в ответ сердечки. После этого разговора у Петровича остался осадок некоторого сожаления. Он уже не корил себя как раньше за подобные отношения к Виктории. Так сложились обстоятельства. А он и не пытался их изменить. Тем не менее, этот случайный звонок показал, что в их отношениях с дочерью что-то стронулось. Петрович давно для себя ответил на вопрос. Как же так вышло, что живешь с женой, а имеешь внебрачного ребенка от другой. Постепенно воспоминания, как родничок воды, полились в его сознании. «Генка! Сколько у тебя будет детей?» Спросила его мать Варвара. «Четверо!» Ответил пятилетний Петрович. И добавил «Два мальчика и две девочки». Оказывается, 70-летний Петрович хорошо помнил этот разговор. Помнил он и другой случай, когда в пятилетнем возрасте они с матерью попали в магазин игрушек. Была зима, а магазин игрушек назывался «Голубятня» и находился на втором этаже. Причем туда надо было подниматься по скрипучей деревянной лестнице, которая была на улице. Пятилетнему Петровичу этот рискованный подъем также сдопал в память. Но самое главное произошло в магазине. Там было столько игрушек, которые Петрович видел впервые. Игрушечные самолеты, машинки и кораблики. На кукол он не обращал внимания, хотя и их было множество. Ему хотелось и большой самолет, и кораблик. Он начал просить маму купить ему эти игрушки. Просьбы маленького ребенка тронули всех посетителей магазина. Рука сама указывала на ту или иную игрушку. Матерь была очень неловкой, и она потянула Петровича на выход, говоря, пока денежек нету, купим в следующий раз сынок. На самом выходе из магазина пятилетний Петрович выдал вот такую фразу. Эх, мамка, когда вырасту, своим детям куплю все. Сказано, он забыл за долгие годы, и только став сам родителем, имея двух детей, сына Леона 10 лет, и дочери Кати 5 лет, он вспомнил свое обещание. И был приятно поражен, что его дети не просили его специально покупать им игрушки. Они прекрасно обходились тем, что имели. Итак, дети. Специально никто не объясняет, как надо вести семейную жизнь, как строить отношения внутри нее, чего категорически нельзя делать. Бытует мнение, что молодые люди как-то сами наберутся ума и будут ладить между собой и растить любимых детей. Петрович женился на прекрасной девушке, которая была ровно на 6 лет младше его. Через год у них родился сын Леон. Ухаживать за ребенком помогала теща. Ведь для молодых все это было впервой. Через год после рождения сына, жена забеременела второй раз. Вопрос стал, рожать этого ребенка или делать аборт. Помнится, был на эту тему какой-то разговор, в котором Петрович самоустранился, сказал жене, решай сама. Он не настоял на рождении второго ребенка по причине своей отцовской незрелости. Жена сделала аборт и за малым не умерла. Так это все тяжело удалось молоденькой девчонке. И только видя страдания жены, Петрович понял свою трусливую, отстраненную позицию. Сейчас он прекрасно понимал, что с его молчаливого бездействия, отстраненности он стал соучастником убийства. Убийство своего ребенка. А отвечать за выбор, рожать или нет, пришлось его молоденькой жене. Бедняжка, она неделю пластом пролежала после аборта. Но на этом все не кончилось. Последствия этого действия отразились на ее организме. Со временем развился варикоз. Стали появляться признаки преждевременного старения. Никто ни ему, ни ей не подсказал главную истину. Закон семейной жизни. Не убивать своих детей. Постепенно все наладилось. Жена оправилась. Жизнь вновь вошла в привычное русло. Он и жена работали. Сынок подрастал. И ровно через пять лет, день в день, час в час, жена родила дочку. Петрович повзрослел к этому времени. Если можно так назвать, 32-летнего мужчину. Они с сынком Леоном первый раз поехали навестить в роддоме жену. Роддом был большой. Жена выглянула с третьего этажа, на котором была их палата. Внизу стояли Петрович и пятилетний сынок, державший его за руку. Жена ответила «Дочь!». И какое-то неведомое радостное чувство защемило в груди. Жизнь покатила, как ей положено. Дети подрастали. Петрович писал и распространял свои книги. Со временем книги достигли критической массы у населения России. И подключились издатели в Санкт-Петербурге. Масштаб реализации стал совершенно иной. И начали появляться большие деньги. До этого семья Петровича жила в обычном домовладении. Шесть соток земли, дом с печным отоплением, удобство во дворе, вода, колонки или колодца рядом. Перед свадьбой 26-летний Петрович навел кое-какой порядок, удобство в летней кухне. Воду набирал и носил сам. Печку углем топили оба. Жена выросла в доме с печным отоплением и умела топить печь. А Петровичу пришлось научиться этому. Он всю жизнь прожил в квартире с удобствами. Как только появились деньги в середине лихих девяностых, Петрович принял решение строить настоящий дом для семьи. Все были за. Прикупили еще три соседних участка. Здесь следует сказать, что Петрович жил на окраине города, в неудобном районе. Поэтому люди желали свои участки продать и уехать. Итого земли стало 22 сотки. И для дома хватит, и для сада огорода. Дом из красного кирпича с черепичной крышей был построен. И в 1996 году семья Петровича справила новоселье. Жена предохранялась от нежелательной беременности с помощью спирали. Однако произошло смещение и жена забеременела вновь. Она об этом сказала Петровичу, а он подумал, ну вот и хорошо, новый дом будет раздольным для детей. И с такими радостными мыслями занимался своими делами. Летом они собрались ехать в Крым, и тут жена ему сообщила, что сделала аборт. Произошел разговор. Как и почему? Жена сказала, что это ей порекомендовали врачи, объясняя тем, что пираль сместилась и могла нанести вред. Известие какой-то разъедающей душу чернотой засело в сердце. Ну как же так? Почему со мной не посоветовалась? Спираль стоит в начале, а плод крепится в глубине матки. Ее надо было просто вонуть и продолжать вынашивать ребенка. Все это отразилось в понимании отцовства, когда тебя лишают этой возможности под каким-то надуманным предлогом. Скорее всего, это было нежелание жены вновь окунаться в пеленки и прочие заботы о младенцах. Вот так стала осознаваться следующая истина – закон семейной жизни. Важные семейные вопросы надо обязательно обсудить и принять решение. Этот поступок жены черной занозой засел в глубинах сознания Петровича и распространял отраву на их отношениях. Исчезла чистота и искренность между ними. Внешне вроде бы было все так же, а внутри появилось отчуждение. По крайней мере, так чувствовал Петрович. Раз собрались отдохнуть в Крыму всей семьей, значит, так тому и быть. Купили билеты на самолет туда и обратно. В веселье пролетели 10 дней отдыха. Завтра улетать. Последний раз искупались в море, вышли с пляжа на аллею и присели поесть мороженое. Жена повесила сумочку с документами и билетами. На спинку лавочки. Все мороженое. Все встали и прошли метров 200. Жена спохватилась. А где же сумочка? Она бросилась назад, но на спинке лавки ничего не было. Они остались без документов и денег в залитой солнцем Ялте. Хорошо, что за проживание заплатили заранее. Петрович связался с аэропортом, стал объяснять, что и почему, но ему ответили, без документов не пустим. Надо как-то было возвращаться домой. Петрович уговорил одного таксиста, что деньги заплатит в конце поездки в Каменский. И они всей семьей сели и поехали. Как только исчезла сумочка с документами на всю семью, Петрович понял, что это неспроста. На его семью возлагались надежды, что придет в этот мир новая душа, которая специально выбрала их. И высшие силы специально для нее создали такие условия. Словие, родители, дом, место проживания и многое другое. И вот все это перечеркнулось в один момент абортом. Ну что там подумаешь о аборт? Сколько их делает и ничего. И ничего. Это потому, что люди не видят отдаленных последствий совершенного ими поступка. А они есть. И чем более великая душа должна прибыть в мир, тем тяжелее и последствия. И эти последствия длинным шлейфом легли на всю оставшуюся жизнь не только Петровича, но и всех членов его семьи. Они добрались домой и тут узнали, что над их строящимся новым домом пронесся ураган, который сорвал крышу с гаража и потоками воды размыл бугор. Можно подумать, случайное совпадение. Хотя подобные силы ураганов никто не помнил. Да, были ветры, но чтобы сорвало крышу, потом пришлось восстанавливать документы, за утрату которых с Петровича взяли штраф. И жизнь покатила далее. В новом доме провели новоселье. У каждого была своя комната. Например, комната сына была размером с зал прежнего дома. Три этажа, подвал. Места хватит всем. Подвал поделили на кладовку, котельную и спортзал. Первый этаж кухня и совмещенная с ней объединенная комната. Ванная комната, отдельный туалет, гардеробная и огромный коридор. На втором этаже, три спальни и ванная. Комната для жены. А третий этаж забрал Сергей Петрович. Там также был туалет. Вообще-то, это должен был быть чердак. Но когда дом из чертежа превратился в реальность, стало понятно, что для чердака это слишком жирно. Так и появился третий этаж с самой большой комнатой. Он стал рабочим кабинетом Петровича. Здесь располагались его библиотека, компьютеры, столы, диван и прочее. Петрович к автомобилям лет до 40 был равнодушен. Но когда появились деньги, закрылись главные и второстепенные семейные проблемы, решено было приобрести автомобиль. Они вместе с женой посещали автошколу, получали права. Жена наотрез отказалась далее садиться за руль, когда права были получены. А Петровичу вождение понравилось. И он стал посматривать на авто. Первой машиной у него была Volkswagen Jetta. Беленькая, приятная машинка. На ней семья с удовольствием ездила, слушала музыку, записанную на кассетах. Потом захотелось приобрести более солидную. Трудно сейчас объяснить выбор Петровича. Скорее всего, это был выбор взрослого ребенка, увидевшего красивую игрушку и не знавшего, что за этим может последовать. Вижу, хочу и беру. Никому ничего не говоря, он под конец декабря 1996 года поехал в Ростов. Там, во дворце спорта, часть которого была отдана под автосалон, он купил белый Chevrolet Corsica. О приуратностях с покупкой этого авто пока умолчим, чтобы не упустить главную тему повествования. Итак, ранним зимним вечером, когда стало темно, жена из окон дома увидела красное заливо за забором. Это так светились топори-корсики. Петрович вернулся довольный. Естественно, и все члены его семьи были воодушевлены этой красивой машиной. Белоснежная, с коробкой автомата, шестью цилиндрами, просторным салоном, навороченной оптикой, особенно стоп-фонарями, она привлекала взгляды всех прохожих. Петрович, как начинающий водитель, не чувствовал ни особенностей этой машины, ни особенностей зимней дороги. Примерно около двух месяцев он на ней прокатался по городу. А потом? А потом вот что было. Петрович днем, когда дорога подтаяла, прокатился по улице Ворошилова. Все было нормально. Комфортная езда, музыка, вид салона, легкость управления создавали приятные ощущения. Да, именно так. На обратном пути вечерело, похолодало, и то, что на дороге растаяло, продувая с холодным ветерком, превратилось в скользкий лед. Совсем недавно Петрович купил летние шины Перели. Никто ему не подсказал, да и не знал никто о том, что надо бы зимние. Со светофора, дабы желая показать крутизну своей машины, Петрович нажал на газюльку. Машина быстро набрала скорость и понеслась по плену. Какое-то чувство превосходства, снисходительности и уверенности в своей исключительности приятно промелькнуло в его сознании. Прямой дороги было метров 300, а потом шел плавный поворот. Подъезжая к повороту, он стал притормаживать, но вместо этого машину стало раскручивать вокруг ее мотора из стороны в сторону. Этому же способствовал и сам Петрович, пытаясь выровнять машину. Хорошо, что встречных машин не было, потому что он уже скользил боком поперек всей дороги. Несмотря на такое скольжение, Петрович не испугался. Он до последнего вертел рулем, а машина с правой стороны летела на обочину левой. Все, обочина. Бордюр. Сейчас будет боковой удар. Удар в левую пассажирскую сторону. Перед самым ударом Петрович подсознательно очень сильно напряг все тело, буквально сжимая его в себя. Этим напряжением он сделал тело единым целым. Именно это и спасло ему жизнь. Самого удара он не видел. Во время его он потерял сознание. К тому же сработала подушка безопасности, оставив синяки на лице. Если бы не она и не ремень безопасности, Петровича бы сила инерция бросила и размазала по приборной доске слева направо. Очнулся он быстро. Капот был разбит и оттуда шел белый пар. Подушка безопасности взорвана. Застегнутый ремень безопасности был вырван из своего нижнего крепления. Там, где застежка. Оказалось, машина перепрыгнула через бордюр. Скорость, наверное, была под 60-70 километров. Подпрыгнув, ее еще дополнительно ускорило и развернуло. Левым передним колесом она с разворота врезалась в ствол дерева, которое вмялось в машину и оставило полукруглый след. Сломала крепление колеса, вывернув его под себя. Естественно, разбила и перекосила все в моторном отсеке. Очнувшись на водительском сидении в виде клубы пара из-под капота, Петрович пробовал выбраться из машины. Но сделать это не было сил. Оказывается, его ударил ремень безопасности по тем местам, где он прилегал к телу. Там тоже были снеги. Вот такая была сила инерции собственного тела при ударе. Собрав остатки сил, Петрович, как в песне про танкистов, По танку ударила болванка, И вылезать уж ночи нет. Выполз из машины. Она дымилась клубами пара, А из-под капота обильно выливалось масло, Превращаясь в черную лужицу. Навстречу по пешеходной дорожке шла женщина, Испуганно глядя на Петровича. Было видно, что это все произошло у нее на глазах. Петрович увидел ее испуганный взгляд И невольно бросил ей восхищенную фразу. Но как авария! Чисто внешне это была красивая авария. Помятая машина, клубы пара, Текущее масло, И еле вылезающий из машины водитель. Женщина ничего в ответ не сказала, И быстренько пробежала мимо. Немного придя в себя, Петрович подосадовал. Как теперь утащить эту машину? Мимо проезжали давние знакомые, Останавливались, что-то ему говорили. А поворот дороги, на котором произошла авария, Заледенел. Прошло несколько дней, Все как-то успокоилось, И невольно пришли вот такие мысли. Когда должен был родиться ребенок, Которого жена, Он посчитал, И оказалось, Что примерно это время, Когда случилась авария. И так их будущий ребенок, Направляемый судьбой, Провидением и кармой, Дождавшись очереди и условий своего воплощения, Оказался в нужных условиях. Вроде бы родители кое-что понимали в духовности, Особенно он, Петрович Папа. Выстроен новый дом, Комнаты, Одним словом, Все готово к воплощению высокой души. Эта душа чувствует себя уютно и защищенно в матке, Матке ее будущей мамы. Казалось бы, полная идиллия и любовь, Но самый родной человек, Роднее которого быть не может, Решает ее лишить. Нет, не жизни, А возможности нового долгожданного воплощения. Убить дух невозможно, Тело да, А дух бессмертен. И в сознании Петровича Проносятся картины. Вот он едет в новенькой машине. В ней все так удобно и надежно. Чувствуется какая-то защищенность. Так его будущий ребенок развивается в матке, Чувствуя себя окруженным, С заботой и защитой. Ну вот наступает непредвиденный момент. Машину начинает раскручивать на гололеде. Крути руль, не крути, Жми на тормоза, не жми. Машина перестает слушаться водителя Петровича, И он беспомощен что-либо сделать. Точно так же неожиданно в матке происходит действие с развивающимся зародышем. Его захватывают и безжалостно выдирают из, казалось бы, Уютнейшего и защищенного места по решению наиближайших людей. Ужас действия сменяется протестом и проклятием в адрес этой семьи, семьи Петровича. Да, зародыш не обладает сознанием и возможностью такое пожелать, Но этим в полной мере обладает дух, Создающий будущее тело зародыш под себя. И силы Вселенной, которых лишили возможности воплощения И решения нужных для Вселенной задач. Да, именно так. Не каких-то бытовых мелочей, А замысла Вселенной, Которой нужна была эта жизнь. Итак, кармический водоворот вымещивает все это на Петровича и его семье. Удобная и, казалось бы, безопасна машина превращается в средство наказания. Петрович в машине, как зародыш в матке, сталкивается со смертью. От удара его так дернуло в машине, Что могло бы просто размазать по приборной доске. Но это было лишь небольшим сравнением, Который испытал его будущий ребенок со смертью. Как хотелось бы Петровичу вернуть все назад, Запретить жене делать аборт, Вырастить этого ребенка. Ведь все для этого было. И средство, и место, И зрелое, понимающее отношение, Как воспитать. А, возможно, и передать свои наработки. Возможно, это был бы самый большой твой друг, Который доверился тебе, И решил воплотиться через тебя, Твою семью, Петрович. И вот тебе на, Как тут просить прощения? Что надо сделать? И поможет ли это? И чем дальше ты живешь, Тем глубже и больше понимаешь этот поступок, И только слезы сожаления сами собой Наворачиваются всякий раз при воспоминании. Вывод прост. Никогда не делайте свою семью И дом местом убийства своих детей. Ну что же, жить-то дальше надо. А это событие запустило свой след следствий Во всю оставшуюся жизнь семьи Петровича. Да, не только самого Петровича, Но по всей его семье. Так дела с книжным бизнесом, Которые до этого шли в гору, Начали ломаться От независимых от Петровича причин. В издательство пришли люди, Которые его разрушили И перетянули Петровича в свои конторки. Сделали в прежнем издательстве акферу, В которой крайним оказался Петрович. Прежний издатель, На основании фиктивных документов, Решил удерживать под Петровича Огромную сумму, Забирая его гонорар себе. А в дальнейшем и присвоил себе Авторство его книг. И все это, якобы, на законных основаниях. Начались судебные разбирательства, Доход обрушился. Петрович впал в месячную депрессию. Он с утра уезжал на рыбалку, И никого не желал видеть. Не столько ловил рыбу, Как бродил по берегу реки, И это его как-то отвлекало и успокаивало. За этот месяц многое передумалось, Прежде чем было принято решение, Как жить дальше и что делать. Потихонечку наступил 2000 год. Петрович изжидко приезжал в Петербург На заседание судов, Делал кое-какие издательские дела, Забирал гонорары от нового издательства, Которые были гораздо скромнее. В один из приездов он увидел объявление о том, Что женщина из одной из восточных стран Предсказывает будущее. Петровичу всегда тянула мистика, Магия, таинственная и оккультная. Он инстинктивно чувствовал, Что там имеется своя правда и истина. Вот только как это открыть И пользоваться большой вопрос. Нужен был особый подход, Который Петрович пока не знал. Но все было впереди. В одном из магазинчиков, Торгующих оккультной литературой, Эфирными маслами, Ароматическими палочками И прочими атрибутами тайных наук, Была комната, В которой гадалка из восточной страны Принимала посетителей За относительно небольшую плату. Он постучался в двери комнатки. Вошел. Там сидела гадалка-прорицательница И ее переводчица. Оказывается, прорицательница Не владела русским языком, И ей помогала переводчица. Петровича усадили на стул, Который стоял перед столом. С другой стороны стола Сидела прорицательница, А на столе стояла мисочка С обыкновенной чистой водой, И развешен был белый платочек, Который закрывал водную поверхность мисочки От рассматривания посетителем, В данном случае Петровича. В начале прорицательница Через переводчицу спросила День рождения. Петрович ответил. Прорицательница сказала, Что сегодня не твой день, А это была суббота. Мол, приходите в пятницу. На этом сеанс закончился. Петрович проболтался в Петербурге неделю, И вновь пришел в пятницу. При этом он с собой прихватил рукопись Своей будущей книги «Основы здоровья», Которая по его замыслу должна была заменить Прославившие его целительные силы, Которые у него отобрали. «Основы здоровья» был переработанный И дополненный вариант Его прежних четырех книг. Петрович понимал, Что наука о ведении здорового образа жизни Должна быть изложена в виде одной, Хоть и большой книги, Чтобы там было все. Итак, книга «Основы здоровья» Была готова и распечатана на принтере, Имела гибкий прозрачный переплет. И ему хотелось узнать О будущем этой книги. Будет она популярна, Как и у прежних четыре книги «Целительные силы». Итак, Петрович Нов вошел в его день В комнатку и сеанс начался. В начале он задал какие-то незначительные вопросы, О которых сейчас не помнил. Прорицательница в начале, Без особого энтузиазма, Смотрела в блюдечко с водой. Оказывается, у нее был дар. Видит ответ на задаваемый вопрос В виде отражения в воде. И вот, Петрович задает вопрос о своих книгах. Прорицательница смотрит в блюдце, И выражение ее лица меняется. На нем выражение большущего удивления. Она сама просит рукописк книги, Которую Петрович еще не показывал, И сличает ее обложку с тем, Что она видит в блюдце. Через переводчицу она говорит Петровичу, Что он первый человек в ее жизни, Который будет необыкновенно знаменитый и известен. Петрович и не подозревал От той всенародной популярности, Которая на него обрушится, Подобно волнам цунами. В то время он это все связывал со своими книгами. В качестве последнего вопроса Он неожиданно для себя задал такой. А будут у меня еще дети? Ответ последовал. Да. Эта приятной волной Откликнулась в теле Петровича. Мол, еще будут. Да и с женой они еще не старые. Ему 46, жене 40. Но затем прорицательница добавила, Ребенок будет от еще неизвестной тебе женщины. Вот так поворот, подумал Петрович. На этом сеанс закончился, И прорицательница еще раз заметила, Что такого человека по популярности И знаменитости, как Петрович, Она еще не встречала. Потом у Петровича было два очень ярких, Запоминающихся сна. В одном из них Петрович встретил свою супругу, Красивую, черноволосую женщину, Воплощение любви и преданности. Во сне случилось так, Что с ней он жил ранее, У них был общий ребенок, И вот по каким-то обстоятельствам жизни Он от нее отдалился, То ли временно уехал и забыл. А теперь они встретились, Сидят напротив друг друга, И такая тоска. Петрович не понимает, Как он мог забыть свою жену с ребенком. Они сидят, смотрят друг на друга, И какие-то родственные, Ностальгические чувства, Словно канаты соединяют их. Но они не могут быть вместе. Непреодолимое препятствие разделило их. Такое впечатление, Что тебе напомнили О чем-то самом дорогом и сокровенном, Которое ты забыл. Да как я мог забыть, Думал Петрович, Забыть самое дорогое и сокровенное. Во сне эти чувства были такие яркие и осязаемые, Бота он сам состоял из них. Жена исчезла, И появилась его мать Варвара. Она спросила, Что у вас? Петрович сокрушенно ответил, Ничего. Ответ матери поразил. Фу ты! Поработали бы с зеркалами и соединились. Петрович вспомнил очень впечатливший его случай. Их семья переехала из комнатушки В двухкомнатную квартиру в центре города. Квартиру родители обставили как могли. В том числе в зале стояло большое зеркало. Примерно в 9-10 летнем возрасте Петрович был один дома. Все ушли на работу. Маленькая сестра в садике. Он сидел на стуле под углом к этому зеркалу. И что-то привлекло его внимание. Он стал всматриваться в зеркало. И в нем стали появляться разного рода черные страшные фигуры. Они менялись, пытаясь выбраться из зеркала наружу. Он об этом рассказал родителям. И зеркало вскоре убрали. Следующий сон был такой. Ему приснилась яркая, рыжеволосая, зеленоглазая амазонка. Статная, красивая, одетая в прозрачную тунику. Полная жизни молодая женщина, излучающая уверенность и обаяние. Она несколько сверху доброжелательно осмотрела на Петровича. Петрович во сне рассматривал парящую перед ним вверху женщину, не понимая, к чему это. Почему-то подумал, что это не к добру и перекрестил амазонку. Амазонка на это снисходительно улыбнулась ему. Мол, дурачок, простачок и исчезла. Время идет, можно сказать, бежит вперед. Дети выросли. Сын женился и уже жили несколько лет. Отдельно. А детей не было. И он, и жена вроде бы здоровы, молоды, а детей нет. Как бы тут правильно сформулировать? Ну да попробуем. Если в семье убивают нерожденных детей, то греховный поступок родителей падает на всю последующую семью. Но зачем вам дети, если вы их убиваете в зародыше? И все последующие поколения оказываются бездетными. Конечно, всякое бывает. Но так расценил эту ситуацию в семье сына Петрович. Настал 2010 год. Петрович, согласно предсказанию восточной провицательницы, был на вершине популярности и известности. Он на телевидении ввел ежедневную программу под его же именем Петрович Плюс. Подобного взлета от никому неизвестного провинциального мужичка до телеведущего главного канала страны редко кто переживал. Скорее всего, это был единственный случай. Теперь было ясно, почему предсказательница была поражена встречей с Петровичем. За эти 10 лет, а тем более круговертия на телевидении, съемках и мелькании на передаче массе лиц, все забылось. И предсказания, и сны. Но вот очередная передача. Действующие лица и эксперты выходят из-за кулис в студию. Объявляют очередного эксперта в области питания. Петрович без особого интереса смотрит, кто же это выйдет. Он сам для себя тщательно изучил тему питания, и все эти эксперты его мало волновали. Он знал намного больше. По крайней мере, он сам так считал. Итак, Петрович смотрит. Выходит яркая, зеленоглазая, рыжая, молодая женщина. Она несет себя с какой-то изысканной женской стати. Петрович замер в состоянии ступора. И всего лишь один вопрос. Где я ее раньше видел? И еще больше. Что у него дальше с ней будет? Причем подсознательно он понимает, что будет нечто такое и весьма значимое в его жизни. Вот и появилась она, амазонка. Через 10 лет предсказания. Прошла еще одна встреча с этой женщиной на передаче. Он узнал. Разведена. Зовут Александры. Самостоятельный и ценный специалист. Работает в фирме, связанной с консультациями по здоровью. Петрович ясно ощущал с ней особую эмоциональную связь. Будто их соединяло нечто, напоминающее приятный ветерок. Но ничем себя не проявлял. Тем более, он был гораздо старше ее. Оставим массу интереснейших подробностей на потом, чтобы не сбиться с нужной нам темы. Познакомились ближе. Начали встречаться. В Москве это было проще. Дом далеко. Лишний глаз нет. Конечно, было какое-то чувство раздвоенности. С одной стороны жена и семья. С другой Александра. И неизвестно, что и как сложится. Вроде как предательство к жене, семье. Они тормозили их отношения. Да и стоит ли все это начинать сначала? Пока не произошел случай. Был юбилей его передачи. И вся родня отказалась на него ехать. Они предпочли уехать на Средиземноморье за его счет. Хотя могли появиться на передаче, а потом уехать к морю. Вновь какое-то пренебрежение. А ведь Петрович обеспечивал их материальное содержание и благополучие. Тем более, что дети стали взрослыми. Сын женат. Ему 28 лет. Дочери 23. Живет отдельно. Вот это и оказалось решающим доводом. Значит, новую жизнь с Александрой. По разного рода причинам эта жизнь не складывалась. Жена узнала, сильно переживала и отказалась отпускать Петровича. Да и сам Петрович струсил, спасал. Все начинать сначала и бросать ранее созданный им и женой комфорт и уют. К тому же он порвал с телевидением и щедрый поток средств превратился в ручеек. Да, смелый шаг был сделан Петровичем, но не очень далеко. Он остался в семье Александра, положенный в срок родила дочь Викторию. Все так и должно быть. Пришедший на землю дух выбрал пол, которому он притянулся. В данном случае он принял женский пол, притянувшись к отцу. И это неспроста, ведь именно Петрович был инициатором всего этого. Петрович вспомнил и то, как он забирал дочь с московского роддома. Он заблудился в улочках и свернул на ту, где было одностороннее движение и поехал против него. Проехал он не так далеко и упрямился прямо в машину ГАИ. Лиши не прав, но узнав, что он популярный телеведущий, ГАИшник его отпустил с напутствием, больше так не делать. Малышку привезли в квартирку Александры, где стояла заранее купленная Петровичем кроватка, коляска и прочие принадлежности для малышки. Дальше Петрович уехал домой и регулярно помогал материально, по мере возможностей. Они резко сократились. Виделись с ребенком все реже и реже. Обе женщины были крайне недовольны. Жена тем, что на стороне был ребенок, Александра тем, что ее надежды устроить жизнь с Петровичем, рухнули. Да и сам Петрович чувствовал раздвоенность и вину. Единственное, чем он себя оправдывал, смелым поступком, который дал жизнь новому человеку. Именно жизнь нового человека намного превосходила его вину к этим женщинам. По крайней мере он так считал. Вывод из подобной ситуации прост. Прежде чем принять решение, хорошенько обдумывая, а потом решительно и бесповоротно действуя. Иначе шлейф непоняток, обиды, вины и прочего негатива будет тянуться очень и очень долго. И тем не менее, этот смелый поступок, в котором он пошел наперекор сложившимся устоям и понятиям жизни, дал свои положительные результаты. Вселенной надо показать не просто твое раскаивание в содеянном грехе, а поступок, который бы исправил его. И рождение ребенка было именно таким. С семьи Петровича сняли клеймо греха детоубийства. И в семье сына сразу же родилась девочка, а за ней сразу же другая. А потом и у достаточно взрослой дочери родился сынок. Вот вам одна из причин бесплодия и метод ее лечения. Кстати, в последствии и у Петровича дела пошли на поправку. Интересная штуковина жизнь. Надо просто жить и наблюдать события вокруг, не деляя их на плохие и хорошие. Вселенная, давшая тебе жизнь, все делает для твоего развития и, как ни странно, благо. Давая шанс на осознавание, исправление и личностный рост. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова